Сегодня с кубом николаевских бородачей едем к памятнику адмирала Макарова, человека, который родился в этом городе, великий океанограф, военный, адмирал. Почтим его память и примем в нашу кубу. Я всегда очень рано просыпаюсь, и в будни, и на выходных тоже. И вот на выходных иногда, если у меня есть желание, я делаю завтраки. Завтраки у меня примерно выглядят вот так. Это омлет. Омлеты я делаю такие себе. Я просто кидаю туда какую-нибудь колбасу, нарезаю, обжариваю либо сосиски, либо, возможно, остатки какой-нибудь там ветчины. Потом смешиваю яйца с молоком, заливаю все это дело. А сверху тру сыр, либо мелко нарезаю какой-нибудь сырочек, чтобы он сверху приплавился. Такой вот у меня получается омлет. Что греха таить, кофеек по утрам, время от времени. Я себе все-таки позволяю, независимо от того, что больше предпочитаю пить чай. Пришли мы к памятнику. Сейчас подождем еще людей, которые, возможно, придут. Возложим цветы. Почему оно именно здесь? Именно у памятника адмирала Макарова. Адмирал Макаров родился в нашем городе. Это был человек большой эрудиции, океанограф, географ, величайший военный деятель. Он создал теорию непотопляемости кораблей, которые пользуются до сих пор. И, соответственно, самое главное его достопримечательность, достоинство для нас, в данном случае, это его шикарнейшая борода. Возложили мы цветочки. Нас снимали репортеры. Сам я ничего не снял, потому что говорил речь. Дальше адмирал Макаров, то есть уже шарик, 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 скайпаж. Это все пунктурно, пока человек не подопьет немножко, он не открывается. Нет полноценного надпорки. Соответственно, надо провести мероприятие, где можно все-таки справиться. Показать, что на что красный. Ровно 17 минут, у меня все расписано, монографика. Ровно 17 минут до твоей личной жизни. Гнида, тут люди. Что ты меня позоришь? Да они свои. Ты с чужих еще не привел. Моно мужик появился, я говорила, да. Перед Новым годом как раз там подарок. Судьбы. Ушли, Валера, включайся. Ребята, в нашем городе есть одна замечательная передача, которая называется «Скажите, пожалуйста». Рассказывает она о нашем городе с таким юморком. В общем, это надо смотреть. К чему я все это говорю? Мы приняли участие в съемках данной передачи в качестве массовки. Было очень интересно. И поучаствовали в экскурсии по Николаевскому железнодорожному вокзалу. Скажите, пожалуйста. Мы расположены над ним часами оригинальный корпус. Интерьеры выполнены в чистых, лаконичных... Так, не спать. Ты меня слушаешь, или нет? Валера, что это такое? Готовы? Слушаем, смотрим на меня. Валерий. Лемонтизма. Очень интересный стиль, новый. Да, он существует только в Николаеве. Это первый и единственный час в Украине, который работает на «Добром слове». Но мы еще подозреваем, что они могут держаться и работать на пташином «Добреве». Подивите, пожалуйста, птахи у нас не заканчиваются, «Добреве» тоже. Проходим. Здрасте. Я очень рада, что она снимает камеру, у которой потом по итогу 6 тысяч подписчиков. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, додавите, скажите, пожалуйста. Прям вот умоляю. Пришли с Женькой на открытие веревочного парка. Женя у нас немножечко звезда. Уже третий сезон она ходит веревочный парк. Ее фотографии вывешивали на City Light, реклама этого парка. И поэтому ей дают льготные такие вот проходки. А сегодня мы зашли на открытие. Никого нет, наверное, потому что Пасха еще люди не успели потянуться. И Женя сегодня еще и, помимо всего, первый клиент. Сейчас мы будем испытывать свеженький веревочный парк. Давай. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова напоминает. Вам не кажется, что на кого-то он похож? Какой контраст. Там хип-хоп, а тут Кришнаиля. Жень, подписчики начинают спрашивать, почему ты выбрала именно каратэ. Можешь рассказать про это? Да, могу. Для меня каратэ сейчас стало таким уровнем, что это моя вторая семья. Она для меня очень много значит. И началось все с того, что нам в школе начали раздавать визитки. Я, конечно же, маме потом эту визитку показала, и она сказала, что это очень хороший вид спорта. Я пошла, прозанималась там где-то месяца 4, потом мой тренер уехал в армию, перешла я к другому. И там я уже занимаюсь больше года. Поэтому каратэ для меня значит, как большая, огромная семья. Как говорил Волхов Доброслав, лес воспринимает человека как частичку себя самого. И если человек заходит далеко в дремучий лес, и он чем-то болеет, напряжен, у него какая-то смута в голове, он не уравновешен, то лес воспринимает его за частичку себя и устанавливает полную гармонию, тем самым угоняя плохие мысли прочь, уравновешивая человека, излечивает все его болезни. И почему люди, которые живут ближе к природе, больше ходят в леса, любят его, меньше болеют и живут дольше, и не ругаются так, наверное, с окружающими, и нет в них той ненависти, той злобы. Экскурсию, уважаю ребятам, по ремонту, какие хорошие плитки постелили, какие красивые панцы сделали. Скажите, пожалуйста, что вы сделали за эти два ручки, кроме плитки? Вот, 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 вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова